Передел системы. В Казахстане грядут масштабные сокращения судебных исполнителей. Только в Алма-Аты в этом году их станет меньше почти в три раза. Все полномочия перейдут к частным приставам. Какими методами они будут выбивать долги и насколько это сложно, расскажет Нургали Карабаев. Естай Жумаканулы несколько лет работает судебным исполнителем. В последнее время настоящей головной болью стали злостные неплательщики алиментов, признается пристав. Дело в том, что часто нерадивые папаши не живут там, где прописаны. А еще приходится терпеть угрозы и кулаки. Часто люди не понимают нашу работу. На момент выселения ругаются, набрасываются, драться и сопротивляются. Людям всегда приходится часто разъяснять, что судебный исполнитель исполняет решение судебной акции. С этого года для развития института частных судоисполнителей власти станут сокращать государственных приставов. В Алматы пока работают 90 исполнителей госслужащих. Но 30% скоро сократят. Они смогут продолжить работу в частных компаниях. Еще одно новшество. Отныне судоисполнители получат право ввести аудио и видеозапись в тех случаях, когда сторона оказывает сопротивление. Легче будет и получать информацию от приставов. Сегодня взыскатель может просто обратиться в региональную палату и предъявить на организацию исполнения. И в этом случае палата будет осуществлять контроль за тем исполнительным документом, которым она передала на исполнение конкретному частному судоисполнителю. Но в корне устранять государственных судоисполнителей не планируют, так как частники не имеют права взыскивать долги в пользу государства, где сумма превышает 1000 МРП, заниматься сносом, конфискацией имущества и выселением в счет бюджета. К тому же теперь лица, долг которых не превышает 20 МРП или 42 тысячи, смогут беспрепятственно выезжать за рубеж. Данные ограничения на выезд судебные исполнители могут налагать при наличии долга на сумму более 20 месячных расчетных показателей. А также по периодическим взысканиям, если сумма долга превышает, значит задолженность превышает более трех месяцев. В любом случае, перед тем, как выезжать за границу, лучше посмотреть на сайте Министерства юстиции, нет ли за вами долга, иначе планы могут расстроиться. И стоит учесть, что плата за работу частных судоисполнителей будет взыматься с должника.